А журналисты Казахстана готовятся к профессиональному празднику. Он будет в это воскресенье. А в Аккорде прошла церемония вручения премий и грантов и благодарности президента Нурсултана Назарбаева в области средств массовой информации. Лауреаты получили денежные вознаграждения. Как наши коллеги работают в эфире и за кадром, когда все получается или не очень, расскажет Айгерим Абдебек. Вот так в начале двухтысячных практически вручную журналистам приходилось работать с отснятым материалом на кассетах перед тем, как выдать сюжет в эфир. Выписывать каждое слово на лист бумаги, отмечая посекундно начало и конец нужного отрывка интервью. Серьезная компания, да. Но сегодня отечественное телевидение, представляя информацию населению, нацелено не только на качество материала, но прежде всего на оперативность. Благодаря современной технике зрители могут получить новости с места событий. В прямом включении у корреспондентов нет времени на редактирование текстов, ведь главное успеть первыми сообщить новости и, естественно, без курьезов не обходится. Одно из самых распространенных в ляпах общение и серии «Крикну, а в ответ тишина». После участников ожидает праздничный концерт. Магомед. И сейчас снова на прямую связь с нами выходит наш корреспондент Дельмурат Муталипов. После торжественной части... Сегодня в стране функционируют более двух с половиной тысяч газет и журналов, 238 электронных СМИ. Из них около ста телевизионных каналов и радиостанций. Журналистика признана одной из самых стрессовых профессий. В рейтинге стоит после пилотов, хирургов и таксистов. Медиа-эксперты отмечают, что сегодня СМИ трансформируются. Если раньше нашей целью было развлекать и просвещать, то сейчас главная задача информационного формата – новости здесь и сейчас. И как показывают реалии современности, итогом информационных войн становятся реальные вооруженные конфликты и расколы целых государств. Меняется и зритель. Цифровое и спутниковое телевидение дает возможность сравнивать и выбирать. Но постоянные зрители нашего телеканала в курсе последних событий не только в мире, но и в городе. Я думаю, что мы уже с вами переориентировались на не только алматинскую аудиторию. Это не только благодаря телеканалу. Это благодаря тому, что сама Алмата, сам город Алматы, он создает тренды во многом в республике Казахстан. На Алмату равняются. То, что сейчас происходит за моей спиной на телевидении, называется стендап. Стендап – это когда журналист в кадре своим присутствием хочет усилить ту информацию, которую в данный момент пытается донести до зрителя. Но редко, когда стендапы получаются с первого дубля. Какие изменения предстоят еще на Северном кольце? Алматинские полицейские увеличили количество спецтехники в рамках акции «Приемная на дорогах». В них водители смогли, автовладельцы. Для того, чтобы успеть закупиться всеми необходимыми продуктами. Всеми необходимыми. В среднем журналист-информационщик выдает до 400 материалов в год. Профессиональный праздник мы отмечали в 3 воскресенье июня. Вот уже два года. День казахстанского журналиста – 28 июня. В день работника связи и информации поздравления с профессиональным праздником принимают репортеры и все те, чья профессиональная деятельность так или иначе связана со средствами массовой информации.